Друзья, ну что, новый обзор у нас сегодня на канале и на этот раз крепление для вейкборда. Когда человек приходит за комплектом для того, чтобы кататься на доске, на вейкборде, конечно же, сразу встает вопрос. Какие выбрать крепления? Вот хочется начать обзор самых простых, самых бюджетных креплений, потому что, конечно же, бюджетные комплекты и бюджетные крепления сегодня также актуально востребованы. Вот у нас сегодня три варианта крепления от бренда Абрайен, такого, скажем так, легендарного бренда, конечно же, с точки зрения вообще вейкборд культуры, индустрии и прочего, и три модели. Модель Клач, розница рекомендованная сегодня 16800, модель Асекс, розница 27500 и бордер. Цена 36500. Сразу хочется сказать, что эти крепления, они все идут открытого типа, и, соответственно, они подходят на большой разброс по размеру, то есть это крепление не под один какой-то конкретный размер. Самое простое крепление, модель Клач, вот уже, кстати, оно выглядит так на протяжении последних, наверное, сезонов десяти, наверное, я думаю, да, где-то десять сезонов, оно практически не меняется. Вообще, если говорить про вейкборд индустрию, вот таких брендов, да, как, наверное, самых таких ведущих компаний, самые простые какие-то модели, они действительно не подвергаются какому-то рестайлу, как, например, сноубордическая, да, история. Размерная сетка у этих креплений порядка, наверное, четырех-пяти размеров. Вот у нас есть в руках здесь размер 4-8, это 36-41. Следующий размер это 7-11, 40-44. И размер 11-13, это 43-44 до 47-го размера. В идеале эти крепления подходят для катерного вейкбординга. Так уже завелось, что открытые крепые всегда самые простые, и, конечно, любители вейкбординга за катером отлично используют их в качестве прокатных каких-то вариантов, когда лежит один комплект в лодке, и вся семья или друзья катаются на таких креплениях. Сейчас часто, естественно, популярно стало кататься за гидроциклом, и тоже один комплект, одна доска, и очень большое количество людей могут использовать это крепление. И в целом, наверное, это правильно, потому что для новичка что важно? При падении, да, когда человек ловит швабру, быстро, скажем так, от доски отсоединиться, контроль здесь, наверное, уже занимает более второстепенное место, контроль управления. Хотя, тем не менее, здесь мы видим и достаточно неплохой по жесткости сапожок, диапазон настроек по градусам не самый большой, но, тем не менее, он есть. Небольшая такая пенка EVA на платформе, и, собственно, достаточно большой, наверное, двухсантиметровый слой пены внутри. То есть, в принципе, они комфортные, мягенькие, на волнах, ноги вы не будете отбивать. Однозонная затяжка традиционно для самых простых креплений делается однозонная фиксация. Опять же, наверное, скорее всего, для того, чтобы быстрее в эти крепления, как говорится, залезать, и при падении, если что, быстрее вылетать, чтобы не травмировать колены. Самая простая технология здесь сделана неопреновая, конечно, внутренник, который на обратной стороне фиксирует, собственно, лодыжку. Нету каких-то адских там фиксаторов пятки. Поэтому идеальный вариант для проката, для катания на катере, для катания за гидроциклом. И самое главное, конечно же, ценник клатч. Вот уже такая, наверное, вечная классика у бренда Абрайан. Следующая модель идет Асекс. И что мы здесь глобально наблюдаем? То есть, разница уже, можно сказать, в 10 тысяч рублей. В чем принципиальное отличие? Во-первых, конечно, уже другой внутренник. Он высокий. То есть, да, по сравнению с моделью клатч, соответственно, он лучше фиксирует ногу. Внутренник уже сделан не из кожезаменителя, а с применением уже композитных материалов. Двухзонная затяжка. То есть, вы же знаете, как на сноубордических ботинках. Мы фиксируем низ отдельно, фиксируем верх. Сам внутренник уже сделан из такой пены. То есть, соответственно, эта пена садится прям по ноге, формируется. Создает некую такую уже более индивидуальную колодку. Но, несмотря на это, все равно внутренник остается открытый на несколько размеров. Что принципиально лучше? Конечно, фиксация. То есть, основной такой критерий, да, всех вот этих наворотов, всех этих бонусов, это фиксация райдера, собственно, к доске. Поэтому уже мы можем на скорости как-то зарезаться, лучше чувствовать доску, лучше ее контролировать. Уже, скорее всего, нога не вылетит при падении. Поэтому, конечно, когда вы падаете, уже, наверное, навык отпускать фал, он уже сам собой выработался. Поэтому, конечно, вот ботинок более интересен для, опять же, людей, которые хорошо катаются. Ну и, тем не менее, для новичков, я думаю, тоже вариант неплохой. И вот, скажем, такой флагман. Флагман именно открытой линейки у бренда. А Брайан это модель бордер. То есть, что здесь принципиально отличается от, уже, наверное, по всей видимости, надо сравнивать с моделью Asics. Во-первых, ботинок еще выше, он сам по себе стал выше. Внутри, опять же, пена. Здесь уже мы видим на внутренней части такие джибарсы, которые очень хорошо держат пятку. А это очень важно при катании уже таком мощном на вейке. Также двухзонная, естественно, затяжка. Двухзонная затяжка. Сама по себе платформа уже сделана лучше. То есть, мы здесь видим уже такую некую, некую серьезную амортизацию. То есть, внутри ботинка из AVA она сделана. Такая раздельная вверху пена, внизу пена. И сама платформа, которая, собственно, крепит крепление к доске, она уже идет не просто, скажем, с такими отверстиями 0, 5, 10 градусов и минус 5. А здесь уже идут такие рисочки, которые максимально четко, вплоть до 30 градусов, могут настраивать, собственно, углы настройки крепления. Опять же, искушенным райдерам, которые уже давно катаются на вейке, такой момент, конечно, определенно даст плюсы. Возможность настроить более точные углы, ширину стойки, снять, возможно, какие-то дополнительные нагрузки с колена. Это все вот позволяет, вот это уже принципиально другая база. И такая, кстати, база, она уже идет и на закрытой серии от бренда ABRINE. На закрытых креплениях. Вот. И поэтому, конечно, и самое главное, сам по себе ботинок уже жестче. То есть, если вот мы по такой сноубордической нашей традиционной истории попробуем его прогнуть, прожать, ботинок, конечно, держит уже ногу очень хорошо. Соответственно, можно уже не просто зарезаться. Можно зарезаться и делать какой-нибудь wave to wave, то есть прыгать через волну, какие-то прыжки. И, конечно, ботинок будет, собственно, держать ногу и передавать усилия, конечно, на доску. Более чувствительное дело катание на доске. Вот, друзья, такой обзор трех моделей. Clutch, Asics и Border от бренда O'Brien. Вот у нас приехал в этом году. Поэтому выбирайте, друзья, смотрите и, конечно, врывайтесь в летний сезон на вейкборде.